МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наспад. В три раза снизилась заражаемость коронавирусом в Алматинской области с момента введения жесткого карантина. Кобылье молоко как лекарство. На фоне пандемии коронавирусной инфекции невероятно вырос спрос на кумыс и салмал. Оффлайн. В селе Буктерля Ескельдинского района. До сих пор отсутствует интернет-связь. Карантинные меры дают результаты. За прошлую неделю рост заболеваемости коронавирусом составил всего 1,8%. До введения жесткого карантина прирост был на 3% выше. В области более 3600 случаев заболевания коронавирусом. 2600 человек прошли лечение и успешно выписаны из больниц. Наиболее активный прирост новых случаев заболевания пришелся на начало июля. С введением же карантинных мер статистика пошла на спад. Прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости по области, но спад эпидситуации все же зависит от множества факторов. Это в частности от людей, которые должны соблюдать все санитарные нормы, поставленные нашими врачами, нашими постановлениями. На борьбу с вирусом мобилизованы 3500 медицинских работников. На них лег основной груз. Потом у власти в помощь уже опытным специалистам привлекли 45 выпускников медвузов, проходящих резидентуру и 281 выпускник медколледжа. Не остались в стороне от общей беды и врачи-пенсионеры. Они оказывают консультативную помощь. Сейчас у жителей появилась социальная ответственность. Это главный фактор по борьбе с коронавирусом. У нас в областной больнице лежат порядка 280 пациентов. Постоянно проводим обследование и не прерываем лечение. В целом эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, обеспеченная лекарственными препаратами и койко-местами для инфекционных больных, стабилизировалась. Чтобы закрепить результаты, усилена работа областной межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Заседание комиссии проводится ежедневно с участием акимов районов, городов, государственных органов в селекторном режиме. Всего на борьбу с коронавирусом выделено порядка 5 миллиардов тенге, что позволило создать в медучреждениях неснижаемый запас всех необходимых средств. Народный продукт. На фоне пандемии коронавирусной инфекции невероятно вырос спрос на кумыс и салмал. Считается, что кобылье молоко укрепляет иммунную систему и придает энергию. А так как производителей в регионе намного меньше, чем потребителей, людям приходится даже делать заблаговременную бронь, чтобы его купить. Кто рано встает, тот парное кобылье молоко пьет. Так скажет, пожалуй, каждый, желающий отведать национальный напиток. Чтобы быстрее пройти салмал-терапию, необходимо занимать очередь в 5 утра, говорит талдыкурганка Жамиля Кабиева. Польза от салмал просто огромная. После употребления этого национального напитка чувствую себя просто отлично. Уже на протяжении двух месяцев пью парной кобылье молоко. За это время у меня значительно укрепился иммунитет. Наши предки очень мудрые люди. Они не зря пили его. Он лучше всех витаминов поддерживает здоровье. О полезных свойствах национального напитка говорят не только люди старшего поколения, но и молодежь. Девушки считают, что он помогает соблюдать диету. Я уже пью салмал в шестой день вместе с моей мамой. И хочу сказать, что эффект заметен, но не сразу. Я думаю, что, например, зимой буду меньше болеть и так далее. И я прихожу около 7 утра и жду примерно час. После салмала мне уже не хочется есть особо. И поэтому весь день я хожу сытая и нормальная. За кружку мы платим 250 сенгер. И это довольно нормально. По информации врачей, в кобылье молоке содержится порядка 40 биологических компонентов, важных для организма человека. Национальный напиток богат аминокислотами, ферментами и микроэлементами. Однако кобылье молоко не является лекарством от всех болезней, в том числе от коронавируса, говорят специалисты. И невероятный спрос больше похож на сезонный всплеск. 40 лет я занимаюсь продажей салмала и кумыса, но такого спроса ни разу не видела. Начиная с 5 утра и заканчивая в 9 часов вечера, к нам приходят люди. Точное количество я не считала, но где-то 50 человек в день посещают. Честно скажу, ни одного недовольного клиента не было. Многие, наоборот, благодарят и говорят, что продукт просто высшего качества. Спрос рождает предложение. Соответственно, цена на национальный напиток выросла. Сейчас в Талдукургане стоимость литра кобыльевого молока варьируется от 700 до 1000 тенге. Однако, как показывает картина, подорожание данного продукта не сильно беспокоит потребителей. На здоровье экономить не будем, говорят талдукурганцы. Готовь уголь летом. Более 30% населения региона в отопительный сезон уже использует природный газ. Однако потребность в твердом топливе все еще высока. Только по Талдукургану это 125 тысяч тонн. Наш корреспондент Евгения Присяжная проехала по угольным тупикам и узнала, какова обеспеченность твердым топливом. 1 миллион 350 тысяч тонн. Потребность населения в твердом топливе на зимний период. Спрос немалый. Соответственные предприятия по поставке угля в области достаточно. Официально действующих 100. Только в Талдукургане уголь реализуют 10 компаний. Руководство тупиков отмечает, нынче ажиотажа нет. И цена на уровне прошлого года. 14 тысяч тенге за тонну без учета доставки. Уголь шубаркулевский. За три дня поступило 8 вагонов. Основная продажа только берут иногородние. Остатка полтора тысяч тонн. Но город, как бы население не берет на сегодняшний день. Только иногородние. Напомним, два года назад в области имел место ажиотаж с углем. Первые холода вынудили население покупать любой уголь, невзирая на его цену и качество. Дабы не повторять ситуацию, в области создан специальный штаб. В его состав входят представители районных акиматов, органов госдоходов и антимонопольного комитета. Они проводят ежедневный мониторинг наличия твердого топлива на угольных тупиках. Следят за его качеством и ценой. В день у нас в среднем поступает 68 вагонов угля разного типа. То есть это в основном у нас потребление идет на шубаркульский и каражиринский уголь. Что можно сказать о цене? Цена у нас стабильная. То есть 13 тысяч до 15 тысяч. Но имеются моменты, где цена дорастает до 19-20 тысяч. Это те районы, которые у нас не имеют железнодорожных тупиков. Соответственно, уголь туда доставляется автотранспортом. И, соответственно, в цену входят транспортные и логистические расходы. Таксусский район, Сарканский район, Нембиш-Казахский район, Балхашский район. К настоящему времени свободные продажи свыше 250 тысяч тонн твердого топлива. В том числе порядка 165 тысяч тонн уже реализованы жителям области. Помня народную мудрость, специалисты просят население позаботиться о заготовке угля заблаговременно, не дожидаясь ажиотажа в холодное время года. В настоящее время в Талдыкургане реализовано чуть более 9 тысяч тонн угля. Владельцы угольных тупиков утверждают, прошлым летом продажи твердого топлива были на порядок выше. Снижение продаж связывает с пандемией и с активным подключением горожан к газоснабжению. Оно и неудивительно. Более 30% местного населения уже пользуются голубым топливом. На природный газ к нынешней зиме перейдут и две из девяти городских котельных. Сейчас на них идет реконструкция. Мы являемся генеральными подрядчиками на реконструкции котельной номер 3, перевода на газ. До реконструкции мощность котельной была 21 гигакалория. После замены котлов и перевода на газ мощность котельной будет 28 гигов. На сегодняшний день демонтажные работы закончены полностью. Монтаж котлов заканчивается, уже двух котлов запроектированных. Отставания по графику нет. Реконструкция дает еще один большой плюс. Использование газа не требует плановой прочистки системы отопительных котлов раз в три года. Как это делается при использовании угля и мазута. По плану в сентябре реконструкция будет завершена. И тепло своевременно получат более 150 объектов, отапливаемых этой котельной. В числе которых многоквартирные и частные дома, детские сады, магазины. Перечень плановых мероприятий по подготовке к отопительному сезону и ремонт тепловых сетей. В общем, у нас запланировано 5 тысяч 8 метров. На сегодняшний день выполнено 2061 метров тепловых сетей. Уже работы выполнены. То есть это составляет 41%. По плану мы должны завершить все работы до сентября месяца текущего года. На сегодняшний день по Талдыкургану 12 тысяч объектов уже газифицированы. До конца года будут подключены еще порядка пяти тысяч. Евгения Присяжная, Осет Дусинбек, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Вне зоны доступа. В селе Бектерле из Кельдинского района самого его основания не видели интернета. Эта проблема давняя и сейчас как никогда актуальная. Ведь с 1 сентября школьники и студенты будут обучаться дистанционно. Отправлять задания и тем более использовать приложение для связи практически невозможно. Так когда в ВОУ придет качественный интернет, узнавала наша съемочная группа. Интернет уже перестал быть роскошью, перейдя в разряд базовых потребностей человека. И если практически во всех населенных пунктах этот вопрос решен, то в селе Бектерле возможности пользоваться скоростным подключением практически нет. Сигнал 3G на гаджетах сельчан появляется лишь на высоте, а ближайшая возвышенность от поселка примерно в двух километрах. Мы с детьми ходим в горы. На загрузку одного только задания может уйти целый день. Элементарно мы не можем нормально учиться и учить своих детей. На дворе 21 век. Мы считаем, что интернет уже давно должен быть в каждом доме. Но у нас его нет. Мы обращались в Акимат, никакого продвижения нет. Анар Кенимбаева – мать четверых детей. Один студент и трое школьников. На всю семью лишь один смартфон. Учиться в условиях постоянного ожидания сети крайне тяжело. Ведь каждому ребенку необходимо выполнять задания. У меня четверо детей. Все учатся онлайн. Проблема со связью в селе давно, но она не была такой насущной. Последние месяцы до каникул еще как-то отучились. Мы, как и все, чтобы искать сеть, ходили в горы. Я получаю пособие и даже не знаю, куда тратить деньги. Или на единицы, или на еду, или покупать детям телефоны. Нам говорят, что проведет высокоскоростной интернет «Казахтелеком». Но ежемесячно на него придется платить 7,5 тысяч тенге. Для меня эта сумма неподъемная. Поэтому хотелось бы, чтобы поставили хотя бы вышки. Или провели кабельный интернет, но с тарифами подешевле. В Акимате Кокжазыкского сельского округа о проблеме знают. Ведут переговоры об установке вышек, что даст возможность подключить хотя бы мобильный интернет. Однако решить проблему с сетью поставщики услуг обещают только до конца года. Мною было отправлено письмо городу Талткурган начальнику Белайн-центра. На сегодняшний день мы по телефону договариваемся по поводу встречи и выезда на месте. Село Боктерле для установки антенн. Кабельный интернет. Сейчас пусконалажную работу. Со слов подрядчиков. Мне было ясно, что на следующий год желающие, если хотят интернет на дому, согласно ихними прескурантами можно будет провести дому. До конца года, видимо, конкретный уже результат будет. Похоже, что первую половину нового учебного года дети проведут точно так же, отправляясь в двухкилометровый поход на местную сопку, невзирая на осенние дожди, слякоть и понижение температуры воздуха. Алексей Цой, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. В Алматы на видео попала потасовка двух мужчин, один из которых упал без сознания после сильного удара. Сообщается, что инцидент произошел возле вокзала Алматы-2. Зачинщиками драки оказались родные братья, передает корреспондент Игринюский Зет. Они вместе распивали спиртные напитки. Между ними разогрелся конфликт. Затем вышли на улицу. Старший начал наносить телесные повреждения младшему. Обоих доставили в отделение. Братья протерезвели и не стали писать заявления друг на друга. Но с ними профилактические беседы мы провели, рассказал официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азербек. Табун лошадей сбили на трассе в Павлодарской области, передает корреспондент Нур Киезет. Примерно в полвторого ночи на дорогу выбежал табун лошадей. Водитель КамАЗа остановить большегруз не успел, допустив столкновение. Тем временем попутно за КамАЗом ехала легковушка. Водителю Хёндай повезло меньше. Он также въехал в животных. При этом сам пострадал. С места аварии его забрали в больницу. Экибастуза с различными травмами. 30-летний мужчина сейчас находится на амбулаторном лечении. Стражи порядка нашли владельца лошадей. Им оказался 33-летний сельский житель. Полицейские составили административный протокол и обязали выплатить штраф в 28 тысяч тенге. 7 скокунов из табуна погибли под колесами КамАЗа и легковушки. Возмещать убытки, понесенные водителями, также придется животноводу. Правда, для этого владельцам машин нужно будет теперь решать вопрос в судебном порядке. Притон с иностранными проститутками нашли и закрыли полицейские Алматы. Две уроженки Монголии выполняли работу администраторов. Под их руководством интим-бизнесом занимались 10 девушек легкого поведения, передает Ingrid News KZ. Их объявления завуалированы под видом боди-массаж. С виду обычный трехуровневый жилой дом, без вывески. А внутри отдельные помещения с кушетками, сауной, бассейном и другими атрибутами. В дни ужесточенного карантина женщины были очень осторожны. Впускали только проверенных клиентов. Минувшей ночью была проведена спецоперация, в ходе которой задержаны 12 человек, трое из которых уроженки Монголии. Одна из Таджикистана, еще одна из Узбекистана. Остальные приезжие из других областей нашей страны. Президент США Дональд Трамп пообещал направить больше сотрудников федеральных правоохранительных органов в крупные города, столкнувшиеся с ростом насилия. Подразделения, подчиненные напрямую Министерству внутренней безопасности США, уже вошли в город Портленд, охвачены протестами и беспорядками из-за смерти во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города и губернатор штата Орегон потребовали вывести федералов, заявив, что они лишь усугубляют ситуацию. Но Трамп с этим не согласен. В Портленде протестующие вступили в столкновение с федеральными войсками. Генеральный прокурор штата Орегон подала иск обвинения федералов в неконституционных действиях, в частности, в незаконных задержаниях. Австрия усиливает пограничный контроль с государствами Западных Балкан. В проверках участвуют в том числе и армейские подразделения. Подобные жесткие меры принимаются в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этих государствах. По мнению официальной Вены, ситуация с инфекцией там пока не поставлена под контроль. Особое внимание транспортным средствам с номерными знаками Боснии и Герцеговины, а также Сербии. В случае, если это автобус, все пассажиры и водитель проходят проверку. Неделю назад Вена уже ввела запрет на авиасообщение со странами Западных Балкан, а также с Болгарией и Румынией. Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира. Его состояние оценивается в более 74 миллиардов долларов. В этом Илону Маску помогли дорожающие акции Тесла, которые переоцененными так называл он сам, так и аналитики. Еще в начале года основатель Тесла и SpaceX занимал только 37 место в рейтинге богатейших людей мира, отмечает американский Forbes. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова